То есть вы можете себе представить, она в полной уверенности, что ее говнокейс, который она считает железобетонным, да, не так поняли. Тупые шведские, шведские власти, богатая Швеция, относительно Европы, да, богатая Европа, они не знают, что им лучше, им нужно лучше объяснить. И она объяснит, кейс-то есть же, ну, с плакатиком могу постоять. А че, как, а че, как, кейс? А че, кейс нужен? А как, разве то, что война и призыв, и мобилизации недостаточно разве? Нет? А-а-а. Так че, я с плакатиком постою тогда, кейс будет, да, нормально, достаточно. Всем привет, друзья! С вами Алексей и YouTube-канал Австралия Рулит, где мы говорим об эмиграции в Австралию, а также о тех новостях и тенденциях, которые влияют на ваши эмиграционные решения. Ну что ж, друзья, новость дня, пожалуй, сегодня, новость недели, как минимум, а украинская амнистия, специально, как всегда, в нашем стиле, мы всем офисом подождали, пока наши аферисты отстреляются по повесточке, я имею в виду, аферистов на YouTube от образования и миграции на австралийском YouTube. Они воют просто, плачут и воют. Почему? Сейчас объясню буквально в течение 30 секунд. Что произошло, да, наверное, повторю для тех, кто в танке. Мы это называем 27 лет, сколько я живу в Австралии, 28 уже. Иммиграционная амнистия, которая, ну это, опять же, термин очень такой, с натяжкой можно назвать амнистией, но все равно мы называем амнистией. Что же произошло? Значит, давайте сначала конкретно легальным языком, что сказала правительство. Правительство сказало, что будут высылаться приглашения на, якобы, expression of interest от украинцев и получение дальнейшего статуса в Австралии. Значит, почему я так витиевато говорю? Потому что я говорю как есть, как это было сказано. Максимально политическим языком, максимально неконкретно, максимально лоерским, адвокатским языком, чтобы никто ни черта не понял. И чтобы, главное, чтобы потом нельзя было этих политиков притянуть и предложить ответить за базар, когда они поменяют все на 180 градусов. Соответственно, друзья, значит, на сегодняшний момент официально мы говорим, что не нужно излишнего оптимизма, потому что он абсолютно не обоснован. На сегодняшний момент все бла-бла-бла, что вот есть план как-то легализовать все то, что завезли по гуманитарным визам. И которые как бы... Да, вот и все, вот так просто. Как это будет происходить? Какие детали и прочее, и прочее, и прочее? А дьявол-то в мелочах, в деталях, как вы сами понимаете. Вообще ноль. Ноль информации. То есть все, что вам сейчас подают аферисты на Ютубе из своих финансовых корыстных соображений, это все абсолютно спекуляции. Как минимум, а как максимум просто вранье. Значит, на сегодняшний момент информация нулевая. О процессах, о деталях процесса, о том, кто, когда будет подпадать и так далее, и так далее, и так далее. Но, естественно, как это всегда бывает, сразу повторюсь. Подобные вещи возникают раз в несколько лет по разным категориям. Скажем так... Виз, если совсем просто. Еще раз. Под это понятие амнистии, что мы говорим в индустрии, подпадает не вседозволенность. Там, не знаю, открывают шлагбаум. Нет, нет. Это просто мы называем, что вот была там очередь, да? Завал произошел в миграционном департаменте. Ну, справиться с ним невозможно. Давайте как-то протолкнем. Знаете, когда туалет забивается? Вантусом качнем. Или там, понимаете, да, аналогия? Чтобы это все содержимое немножко проскочило. Причем не до паспорта, если проводить аналогию, да? Нет. А просто на следующую ступень. И там еще куча будет ступеней, где можно будет дать отворот-поворот. Не знаю, понятно я объясняю или нет, потому что я максимально, если, так сказать, в масштабах короткого видео, то можно лекцию прочитать. Я могу историческую ретроспективу дать, как давали сначала афганцам, потом заворачивали, давали там черти кому, тамильцам потом заворачивали и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, будет оппозиция, она есть, никуда не делась. Естественно, квоты не резиновые. Это все будет за счет чего? Да, за счет вас, там, студентов, сколько бы вас там не было, и прочих, и прочих. Рабочие, я уже не говорю, там, понимаете, что сейчас рабочая миграция, да? Все равно, квоты, если дать их украинцам, то у других их заберут. Их не увеличат. Это нужно четко понимать, потому что это легко проверить, потому что цифры абсолютно в свободном доступе. Так вот, никакого увеличения квот не будет. Никакой конкретики на сегодня. Далее. Значит, что уже происходит? Да, там украинцы говорили, вот, это потому что наш там, наши здесь организации украинские долбили-долбили, ну да, долбили. Ходили, обивали пороги, пожалуйста, результат. Но другие-то беженцы. Сколько, почитайте, украинских беженцев, среди общего количества беженцев в такой же ситуации, на тех же визах гуманитарных, вы удивитесь, но там, я сейчас, у меня нет статистики, но там украинцев, естественно, никакое не большинство. Там как бы не 5% их было. Напишите в комментариях, кто владеет статистикой, может быть. Естественно, другие, подавляющее большинство беженцев, сейчас охренеют, мягко говоря, и предъявят. Естественно, там тоже есть кому предъявить. Слушайте, украинские организации, вы бы видели, как арабские организации работают? Там предъявят так, что мама не горюй. Соответственно, естественно, никто ничего еще не обещал, никакой конкретики нет, не нужно ажиотажа. Значит, другие, когда предъявят, тогда будем разбираться. Потому что всем дать нельзя. Квоты не резиновые, смотри пункт первый. Как там будут это все распределять, это, более того, могут откатить. Сегодня сказал, завтра слово забрал. Это политика. Слово дал, слово забрал, а завтра опять дал. Вот так у нас работает политика в демократических странах. Сдержки противовеса и прочее. И что мы сейчас фиксируем? Да, сейчас фиксируем. Последние, прям, недели, это какой-то цирк. Значит, идет вал подачи, желающих податься на беженство. Зачем? Потому что, есть же, кто учится, есть кто еще что-то в каких-то непонятных статусах. А в основном, почему водят Петров и Герасимов? Потому что те дурачки, которые даже к ним попали учиться, сейчас понимают, что сейчас, ну, они так решили, да, они думают, что они самые умные, что сейчас зачем учиться, беспросветно учиться, когда можно спрыгнуть на беженство, да, и попасть под амнистию. Вот и все. Так это просто работает. Если она будет, если она будет в той форме, которую ожидают вот эти все самые умные, так сказать, украинцы, да, речь об украинцах. Значит, у нас вал обращений. Слушайте, ну, я такого никогда не видел, друзья, это, наверное, какая-то национальная особенность, что ли. Значит, сначала вываливается там в сообщении, там, дифирамбы нам поются, да, мы там смотрим ваш канал, и так далее, и так далее, и так далее. Хотим податься на беженство. Прямо одно в одно сообщение. Сообщение аналогичное. Слушайте, не знаю даже, как сказать, неудобно даже. Такого, ну, не видели раньше. Потому что столько украинцев одновременно за неделю там не обращалось. Когда-то все растворялось. Сейчас прям видим тенденцию. Поет дифирамбы, и дальше заканчивает свои дифирамбы. Типа, хотим податься на беженство, не поможете ли? Да, конечно. 28 лет подаем на беженство. Step into my office, как говорится. Как только вас и самоудеятельность, Как только мы говорим, собственно, давайте называть вещи своими именами, неловко даже говорить очевидные вещи. Мы ставим свой, показываем свой пресс-курант, скажем так, прайс, растворяется в небытие потенциальный клиент, так скажем, назовем, потенциальными клиентами, которыми выслана дорога в ад. Слушай, первый, потом второй, третий, четырех, несколько десятков. Откуда их здесь? Мы не знали. Прямо они поняли, что халява, халява, в плане, они считают, что вот это вот амнистия, это халява. Ну, окей. Почему они считают, что мы работу свою должны бесплатно делать? Это не очень понятно. Причем они сначала вываливают, поют дифирамбы, какой у нас хороший канал, как они согласны с нашим мнением, моим мнением, я все правильно говорю, там, и так далее, и так далее. И в конце просят о помощи, и когда разговор заходит о деньгах, растворяются в тумане. И так сделали все, ни один не заплатил. Напишите в комментариях, друзья, там мне уже стали сотрудники говорить, что цирк на самом деле это что-то без расизма, без шовинизма, без всего, что это особенность, такая культурологическая особенность. Напишите в комментариях, действительно ли имеет место быть подобная у украинцев культурологическая особенность. не платить за чьи-то услуги, за чью-то работу, или рассчитывать на бесплатность каких-то услуг или работ. В общем, мы в шоке. У меня здесь в офисе знающие люди сидят, тоже смеются, смеются. Я не хочу это говорить, но напишите в комментариях, может быть, там обсудим. В общем, смешно это все выглядит. И вот я хочу проиллюстрировать, что будет происходить сейчас. Да, вот сейчас вал пойдет, соответственно, они растворяются в туман и будут подаваться сами. Сами. Можете представить, беженский кейс. То есть, вся происходит сейчас та же копия ситуации с Винарника в Мексике. Там сидят на границе, понимаете, кто. Такие, скажем так, бюджетные люди такие, да, бюджетные. Адвокат заплатить? Не-не-не, зайдите в любой там, в любой свинарник по Мексике. Там, адвокатам никто не платит. Нет, там, делятся информацией, так называемой. Да, ничего, что этими свинарниками владеют в 100%, в 100% нет исключений аферисты, которые делают на этом деньги. А? Вот вы так не задумывались вообще? Ну, короче, я уже начинаю как бы азы бытия рассказывать, что там, там, где прошел хохол, евреям делать нечего, знаете, поговорочки мне тут сотрудники тоже скинули. Короче, хочу проиллюстрировать, да, и будет сейчас подача, вал подач, самоподач, да, на кейсы. Значит, податься на беженский кейс и успешно его сделать, это вероятность, как выиграть в казино. Понимаете, да? Более того, на этом нужно, чтобы правильно это сделать, допустим, да, ты условно загуглишь информацию, хотя ее загуглить невозможно, но окей, ты где-то достал, ты потратишь месяцы, и люди годы собирают информацию, вместо того, чтобы заплатить относительные копейки, там, несколько тысяч долларов, австралийских, при курсе, там, 0,6 сейчас, да, 60 центов к американскому, чуть ли не в два раза, копейки. Всегда стоили копейки беженские визы, подачи на них, относительно других виз, относительно других услуг юристов. Так вот, не, вот можно, да, но это, если там, год собирать информацию, правильнее ее собрать, мозгов хватит все это не сделать ошибок, и тогда ты можешь выиграть в лотерею. Можешь, речки есть, да, как и все в этой жизни, всегда, но исключение это подтверждает правило, а правило такое, что 99,99% при самоподаче, не зная, не работая в судах, как, например, я работаю в судах 27 лет, и через меня прошли, не знаю, тысячу уже, наверное, кейсов, невозможно знать, что сказать, что изложить, и как изложить, и все, вот и все. А судьи там, а судьи, естественно, это их работа, они ушли. Поэтому, я не знаю даже, что тут говорить дальше. Так вот, я сейчас проиллюстрирую, что происходит, прям конкретно, при таких вот самоуверенных, самоподачах, и так далее. Значит, в Швеции произошло, но я сейчас еще раз говорю, что, напомню, я всегда это говорю, законодательство, в том числе, иммиграционное, особенно иммиграционное, оно унифицировано во всем развитом Западе, особенно оно, иммиграционное законодательство, унифицировано на 99% вообще, ну, на 90%, у стран Пятиглаз, да, Альянс, англоговорящие страны, Австралия, Америка, Канада, Новая Зеландия, Великобритания. Зачем? Чтобы лазейки не было. Почему? Чтобы лазейки не было, иначе сразу поток перенаправляется там, где есть лазейка. Кому это надо? Избиратель будет недоволен, и так далее, и так далее. Политическая смерть для власти, если нахлынули эмигранты, и прочее, и прочее. В Европе, у меня, потому что будут сейчас примеры европейские, в Европе проходной двор, устроили, мы сейчас наблюдаем, что происходит в Европе. Так вот, но и там взялись за голову. Два примера сейчас вам приведу. Из Швеции депортируют семью россиян, оппозиционеров, с пятью детьми. Химик из Екатеринбурга Ольга Рогачевских вместе с супругом Алексеем и пятью детьми, младшему из которых сейчас только шесть лет, уехали из России после начала войны. Они публично высказывали свою антивоенную точку зрения, из-за чего у них возникли проблемы на работе. С плакатиком постоял, как мне говорят, что, кейс нужен? С плакатиком, что ли, постоять? Да, чтоб приняли? Мусора? Дальше все по классике. Вот то, что я сейчас пытаюсь проиллюстрировать. Вы следуйте за моей мыслью. В кавычках. Цитата. Я пацифистка и вообще не приемлю никаких военных конфликтов. А тем более нападение на братский народ. Потому что у каждого русского есть близкие и далее родственники в Украине. После войны у нас было очень стрессовое состояние и мы приняли решение уехать, потому что изменить в России мы ничего не можем. Сразу ошибка. И это фактически то, что она говорила на суде. Что в кейс идет? Сразу в каждом слове ошибка. Уже крест. А почему объяснять не могу? могу лекцию на семинар провести на пять дней недельные. Рассказала Ольга. Поискла вам Швеция. Была единственной страной, куда они могли наиболее быстро получить визу и въехать легально. Опять ошибка. В июне 22-го года так нельзя говорить. Они пересекли границу и подали заявление на получение убежища. Через несколько месяцев сразу после начала мобилизации им пришел отказ. смотри ошибки, которые я только что упомянул. В каждом слове ошибка. Естественно, приходит отказ. Ольга и ее супруг подали апелляцию. Обычный процесс. Начинают давить на огни или так далее. Апелляционный процесс. Который рассматривали еще полгода. Быстро. Далее опять цитата. Она объясняет. Якобы. А как она это понимает? Она же умнее, чем шведские власти. Правильно? Фактически, у миграционных клерков нет документа, по которым они должны оценивать россиян, которые выступили против войны. Фактически, они опираются на устаревшие документы, по которым никакой войны нет. Утверждает Ольга. То есть, вы можете себе представить, она в полной уверенности, что ее говнокейс, который она считает железобетонным, да, не так поняли. Тупые шведские, шведские власти. Богатая Швеция. Относительно Европы, да? Богатая Европа. Они не знают, что им лучше, им нужно лучше объяснить. И она объяснит. Ольга говорит, что они с мужем все равно нашли способ приостановить решение по своей депортации, то есть, следующая ступень апелляции. Однако, спустя 11 месяцев им все равно было выдано предписание покинуть страну. Опять проиграли апелляцию. Уже второй раз. Дальше цитата. 1 августа меня абсолютно незаконно посадили в СИЗО. Уже настолько достали шведских властей, что они поняли, что она иммиграционный риск уйти в нелегальное поле и посадили ее в СИЗО. Можешь себе представить, как она себя вела и что она там несла? Я проститель убежища. У меня все документы легальные, но меня с тех пор не выпускают. Так если ты считаешь, что с тобой шведские власти не так обошлись, подай на них в суд, выиграй в суд и получи 5 миллионов долларов компенсации. В чем проблема? Я жила в миграционном жилье, приходила, продляла свою карту просителя убежища. Я находилась там, где должна была. Если они подозревали, что я убегу, то должны были обязать меня отмечаться приходить. Но они пропустили этот пункт и просто меня арестовали, отделив меня от пяти детей, рассказала Ольга. то есть вы можете себе представить сам майнсет какой ущербный. То есть она сто процентов уверена в своей правоте и она считает себя умнее шведских властей и она им говорит, что они были должны сделать. Вы только вдумайтесь в это. Да? Ну иди в суд, подай, выиграй 5 миллионов долларов получи, если ты считаешь, что ты права. Понимаете? Пересмотр решения о помещении ее в СИЗО в начале октября ничего не дал. Она опять апеллировала. Уже посадку в СИЗО. Дальше опять ее давление нагнили. Я нахожусь в утекшей базе ФСБ оппозиционеры, поскольку у меня есть небольшая журналистская работа. ВАУ! Я писала статьи про антивоенные организации, которые в России запрещены. Я этой серии с плакатиком может постоять? Кейс-то есть же. С плакатиком могу постоять. А че, как кейс? А че, кейс нужен? А как? Разве то, что война и призыв и мобилизации недостаточно? Разве нет? А-а-а. Так че, я с плакатиком постою тогда, кейс будет, да? Нормально? Достаточно? Это сплошь и рядом. Это нонсенс. Это нонсенс. Причем это во всех странах. Я участвовала в митингах, в демонстрациях, писала книгу, вела телеграм-канал, в котором рассказывала, как получить убежище. Моему мужу из ФСБ провокаторы пишут, делится Ольга, она рассказывает, что на ее глазах депортировали просители убежища из Беларуси, в отношении которых было возбуждено уголовное дело в Беларуси. По словам Ольги, сына из этой семьи арестовали сразу на границе, а его мать перестала выходить на связь. Можешь себе представить? То есть она приводит пример каких-то белорусов, которым, опять же, должны предоставить, потому что у них Лукашенко, кровавый тиран, а то, что у них неправильный кейс, и они неправильно требуют не то, что надо, и их прямо арестовывают на границе, потому что видят, что они фейковые беженцы, потому что они неправильно подают свой кейс. Да, но они-то считают, что он железобетонный. И она приводит этот еще один пример этих дурачков. Дальше цитата. «Я сейчас просто опасаюсь за свою жизнь, потому что в последней бумаге говорится, что нам ничего не угрожает. В Екатеринбурге войны нет. Все хорошо, ФСБ нас не тронет». Это в последней бумаге имеется в виду и последний ей отказ. Абсолютно стандартный, как в Австралии, как в Америке, как в Великобритании. Если абсолютно... Блин, как объяснить-то за две минуты, а не за два часа? Если ты из Екатеринбурга и ты неправильно представила свой страх к преследованию, что в 100% случаях делается неправильно, кто подает вот сами, то тебе говорят, объясняют, что страх преследования в твоем говно-Екатеринбурге, например, необоснован. И давай выезжай, и ты теряешь. Ты, неправильно сделав свой кейс, теряешь реальную возможность сделать его правильно со специалистами и получить убежище. Понимаете, что происходит? И это происходит в Америке, в Великобритании и везде. Но попробуй таким пациентам объяснить. Они считают, что кто угодно неправ, но только не они. Сейчас Ольга создала петицию, в которой просит власти Швеции не допустить ее депортацию. Подтереться ты, Ольга, можешь петиции. В общем, просранный кейс, вот вам пожалуйста. Еще один россиянин Станислав Брысин получил отказ на предоставление убежища в Швеции, несмотря на опыт проведения протестных акций и открыто уголовное дело о призывах к терроризму. Абсолютно опять классика, неправильный кейс, вне зависимости от реальных угроз. А реальные угрозы при правильном кейсе всегда есть. Как мы профессионалы говорим, кейс есть, его не может не быть. Диджи грув, счастье есть, его не может не быть. Так и с кейсом. В теперешней ситуации с войной кейса не может не быть. Нужно его знать и видеть и изложить правильно. Кто не понял, тот поймет. Я уже не знаю, как дальше. А вот так, друзья, такой пример о кейсах на беженство, которых сейчас будет вал и, к сожалению, мы увидим вал отказов. Так что, когда говорят о амнистии, это же еще и самоочищает систему. 90% халявщиков побегут условно. Давайте называть своими именами. Они побегут, они подадут с их точки зрения железобетонные кейсы, они получат отказ и будут депортированы. Все. Таким образом пробили вот этот вантусом, засоренный унитаз. Так работает система. Друзья, ну и поляки, братья-поляки не заставили долго ждать. Польша приостанавливает подачу на беженство русскоязычных, не только русских, не только украинцев. а читаем. Мы должны на 100% контролировать, кто приезжает в Польшу. Дональд Туск, цитата была, о планах страны приостановить предоставление убежища мигрантам. Он это сказал вчера. То есть, вот, пожалуйста, вспыл с жару новость. Власти Польши могут приостановить предоставление убежища мигрантам, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде возглавляемой им гражданской коалиции. По его словам, правительство Польши разработало новую миграционную стратегию, которую Туск предоставит на заседании правительству 15 октября. Одним из элементов этой стратегии будет, цитата, территориальное приостановление права на убежище, рассказал Туск. И я буду требовать, сказал он дальше, признания этого решения в Европе, потому что мы хорошо знаем, как это миграцию используют Лукашенко, Путин, контрабандисты и торговцы людьми. То, как это право на убежище используется, прямо противоречит его сути. Польша не будет уважать и реализовывать никакие европейские идеи, если мы уверены, что они подрывают нашу безопасность. Власти, заявил премьер-министр, должны на 100% восстановить контроль над тем, кто приезжает в Польшу, поскольку несут ответственность за то, чтобы в страну приезжали люди, которые хотят работать, платить налоги и учиться, а не сидеть на пособии в вышиванках. по мнению Туско, мигранты, которые хотят жить в Польше, должны уважать польские стандарты, обычаи и хотеть интегрироваться. Вот и все, друзья. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Новости как новости. Вы, главное, должны понять, друзья, халявы нет, нужно запрыгивать в последний вагон. Ситуация сейчас уникальная, историческая. У нас же не каждый год война, не каждый 10 лет. Может быть, на все поколения у нас, как говорят, историк, я не историк, раз поколение война. Друзья, не использовать этот шанс было бы глупо. И вы это понимаете. Но что вы не понимаете, что таких умных, как вы, которые понимают, что его нужно использовать. Сколько там украинцы, плюс русские, плюс белорусы, сколько там миллионов. С поламерики наберется, да? То есть, это сотни миллионов людей, так думают сейчас, да? И пытаются запрыгнуть в последний вагон. И при этом думать, что ты отделаешься, ты умнее всех, вообще всех, включая своих сородичей, которые тоже пытаются запрыгнуть в этот последний вагон. по тем же условиям, с теми же причинами, с теми же кейсами. И подумать, что вы надурите власти Америки, Австралии, Европы, Канады или Великобритании, ну, у меня просто слов нет. А главное, сделайте это бюджетно, а то и на халяву, как многие хотят. Друзья, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Спасибо за внимание. Всем спасибо. Пока. Peace. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok